Здравствуйте! На канале Экзегет мы отвечаем на ваши вопросы. И сегодня такой духовный вопрос. Помогают ли нам наши близкие после своей кончины? Собственно, ответ будет зависеть от того, какова посмертная участь наших близких. Вообще, конечно, влияние близких на умерших, влияние усопших на нашу жизнь совсем не кончается с их смертью. Во-первых, у нас могут быть долги по отношению к ним. Мы должны исполнить их последнюю волю, например, или закончить дело, которое они не завершили. И поэтому вот такая живая связь, она по большому счету не рвется. И многие люди испытывают это как продолжающуюся связь. С другой стороны, это может носить характер какого-то чуть ли не сумасшествия или душевного повреждения, когда это тоже описано и в литературе, и в кинематографе хорошо показано, как человек может буквально разговаривать с усопшим сродником, как будто он здесь и сейчас для человека и не умер, а он продолжает вести с ним этот мысленный, иногда и слух этот диалог. И это уже тоже не совсем правильно. Но подчеркиваю, реальная помощь наших близких зависит от их посмертной участи. Собственно, логика очень простая. Мы обращаемся к святым за помощью. Читаем канон или Акафист Николаю Чудотворцу, Сергию Радонежскому, Авросию Оптинскому или Максиму Греку с просьбой о помощи. То есть люди, стяжавшие благодать у Бога, необязательно прославленные церковью, имеют возможности после своей смерти принимать участие в его любви и в его помощи нам, людям, оставшимся здесь и сейчас в этой временной жизни. Важно только, конечно, помнить, что святые не имеют какой-то своей особой личной силы, своей какой-то особой личной благодати. Они лишь являются проводниками божественной любви и божественной милости. Они являются соучастниками в деле его спасения. Он спасает нас, он помогает нам, но через них, давая им силу, благодать и милость помогать нам. Поэтому все, что делают нам святые, на самом деле делает Господь. То же самое касается и непрославленных усопших сродников. Мы не знаем по смертной участи никого из ушедших, и только о немногих церковь свидетельствует об их святости, и уж совсем ни о ком она не свидетельствует об их погибели. О них мы молимся и служим им не молебны, но панихиды. И, например, известны случаи, зафиксированные буквально в богослужебных книгах. Например, тропарион дореволюционный, который хранится в нашем храме, содержит тропарь преподобным Кириллу и Марии, который должен был читаться на панихиде, поскольку они еще в тот момент не были прославлены. Вот родители преподобного Сергия, Кирилл и Мария, можно совершить панихиду на их могиле и попросить их о помощи. И вот народ веровал, и это даже в богослужебной книге оказалось отражено, что они помогут. Точно так же люди приходят... Так или иначе, большая часть моей жизни связана с Новоспасским монастырем, с его первым наместником, архиепископом Алексием, замечательным старцем, последним пострижником Глинской пустыни, архимандритом Гурием Мищенко, удивительным человеком-просветителем, архимандритом Иннокентием Просвирниным. Эти три потрясающего человека похоронены прямо в Новоспасском монастыре перед алтарем, и я постоянно вижу, как люди подходят к их могиле и не просто молятся об их упокоении, а просят их помощи. Ни один из них не прославлен, но если бы они не помогали, наверное, Господь и... люди бы и не просили. Точно так же, как, например, мы знаем, что Блаженная Матрона многой помогала людям до того, как она была прославлена, и вообще условием канонизации является как раз чудеса и помощь, оказываемая почившим православным христианином, это является основанием для его канонизации. Поэтому и возможно кто-то из ваших родственников, умерших, родителей или бабушка, или еще кто-нибудь, такую же благодать у Бога стяжала. И при этом, если, например, благодать и милость Николая Чудотворца, способность его услышать нас простирается вообще на всю землю, и на всех людей во всяком народе, и даже разных вероисповеданий, мы видим, как в Блаженной Матроне стоят мусульмане, вот, и люди, которые вообще неопределенного и невнятного вероисповедания, она им готова помогать, то, наверное, ваша бабушка не такая известная, не такая прославленная, может быть, поможет только вам. Вот многие люди, я совсем недавно столкнулся с такой замечательной ситуацией, когда одна почившая старушка, не родственница одного моего знакомого, много и явно напоминала ему о его обещании молиться за всю ее семью, а он как-то забыл об этом после ее смерти, у него не решались никакие жизненные проблемы. А потом вот как-то его, как бы сейчас сказали, торкнуло, и он вспомнил, батюшки Света, я же обещал молиться ей, и как-то я об этом забыл, ее вроде как поминаю, вот тех, кого она заповедовала мне просить, тех я не поминаю. И пошел, отслужил панихиду и начал вообще молиться о них, писать в записках, и раз, и все его вопросы решились. Это не значит, что эта бабушка тормозила его в этой жизни, а потом, например, помогла. Не надо наводить здесь какую-то ненужную мистику, но что эта связь между нами и ими, несомненно, существует, она может быть подтверждена всей жизнью и всем строем православной церкви. Поэтому, конечно, вы можете просить помощи у ваших усопших сродников, которых вы знали лично, которые умерли недавно, или кого-то, может быть, вы знали, что в вашем роду был священник, или у нас прабабушка, как рассказывала мне моя бабушка, была особая молитвенница, и ее просите. Вот, поэтому это, если есть у них такая благодать и милость, если они стяжали эту благодать у Бога, если они в раю, они помогут вам. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok